всем привет снова мои хорошие я наконец-таки собралась с мыслями и готова выходить в эфир с money маша давай быстрее заходи ко мне все наверное следили за этим батлом сумасшедшим знаю что мне сегодня с фильтрами гуляет то что мне задала сегодня маша это невозможно простить честно говоря друзья я вообще думала как мне теперь с ней дальше в эфире общаться так сейчас я выберу эффект что-то мне сегодня с эффектами это а вот такой у нас будет эффект привет и все мои любимые хорошие слушайте ну как вообще так можно было сделать такие задания задавать не это маша вот видите мне теперь другой мишка так машинка давай заходи к нам и начинаю продолжать свои эфиры моя моя онлайн-шоу карантин толкбай анна калашникова маша привет маша давай заходи к нам неким не сделал такой нежный макияж мне очень понравилось кстати как вам хочу добавить сюда украшения какие-нибудь машинка как-то рука нет в эфире ты вы меня не слышите друзья скажите вы меня слышите или нет и зайти надо машинка добавляю тебя в эфир да классный машинка ты меня слышишь боже мой я вообще долго думала выходить ли с тобой в прямой не честно скажи мне ты разве не знала что мне сегодня пять часов эфира макияжа и о том что я прекрасно знала что у тебя прямой эфир более того я специально тебе дала это задание потому что хотел чтобы ты вышла без волос без своей укладки вот этой вот потрясающе я тебе пришлю почты свои волосы анют я предполагала что ты естественно сделаешь себе укладку а я тебе укладочку себе сделать не могу вот это вот все понимаешь а сзади еще короче ну извините у тебя очень крутая укладочка вообще-то когда некоторые говорили что я отрезала 5 сантиметров это вот ну как бы 5 это вот да у меня вот были очень длинные волосы они вот такие вот были волосы я реально видела у тебя были прям крутые длинные волосы это правда друзья только сделала такое которое как бы я посчитала будет более менее справедливым а где медведь все говорят что медведя ты подобрала пошла расскажи пожалуйста нет на самом деле друзья это вообще жуткая история я просто до сих пор не могу прийти в себя я думала да я думала как ну что я выкину мишку спущусь за ним и все вы же видели я всегда на 6 этажа вы видишь это у меня другой я могу показать всех своих медведей его нету вот на его месте сидит теперь другой ну который сидел тут всегда справа теперь он сидит слева мы сегодня у нас было сегодня это не смешно вообще Ань знаешь я честно скажу у нас была перестановка сегодня с мишками мы переставляли когда я соглашалась с тобой на батл Ань я тебе честно скажу я думала что ты вообще не потянешь его ну когда я смотрела твои задания как ты прощаешься с медведем я клянусь я плакала от смеха просто но больше всего значит я думала что ты все отказалась уже платье свое резать и вчера я ложусь и в 2 часа ночи я реально смотрю как ты надеваешь под этим белым роскошным манто вот это вот платье в пайетках еще увидела эту бирку да как на тебе это платье знаешь это как-то вот у тебя особенность такая потрясающая ты как-то вот это делаешь и тебя реально становится жалко то есть то что я мою рожу в униназе меня никто не жалеет я хотела рассказать про мишку друзья это реально эпик фейл вам честно говорю не так и мишку забрали чтоб ты понимала реально я говорю я кинула мишку и предупредила звоню консерву и говорю я сейчас спущу и за мишкой посмотрите не валяется сейчас я пойду заберу ну я как бы забыла закрутилась потому что мне нужно было я увидела следующее задание думаю что делать по платье пошла выбирать да выбирать платье вечером я убегаю на студию потому что реально у меня ну я просто не могла ну как бы выбрать что мне резать я убегаю на студию и выходя говорю консьержу говорю а где мишка он говорит да какого-то мишку нашли не волнуйтесь типа все принесу я такая ну все отлично в итоге я приезжаю из студии уже был первый час ночи консерв спит уже в 11 ложится я думаю ладно нормально пишу ему сообщение как проснетесь позвоните мне он мне не звонит я вижу твое задание в афиге твое задание с волосами и понимаю что блять у меня до тех пор мишки нет я ему звоню говорю а где мой мишка а они говорят это так это ваш был мишка я говорю вообще-то да мой был мишка он говорит ну а какого-то мишку забрали слышу что мишка пришел маме своей подарил медведя твоего розового какой-то парень пошел подарил нет реально у меня тут просто столько детей живет и семей с детьми они реально будут мне что-то подарили имейте ввиду если сегодня утром ваш парень принес вам медведя то он его спиздил под окнами с самой Анной Калашниковой то есть верните медведя на базу пожалуйста я только знаешь сделала дезинфектор я думаю блять как же его обратно-то занести я сделала дезинфектор нафигачила тут целый баллон потому что я подумала что книжка найден и я его заберу и мне картинка это разобрали это питье не я сейчас приказывала что вон целый баллон намутился в дезинфектор сама причем сделала так Ань как ты волосы то сняла Ань расскажи нам во-первых покажи теперь хвостик все это все это твои теперь да Ань вот у меня то вот да у тебя то не твои ты же еще оставила вот это вот лишнее сейчас было продолжим батл ладно покажи покажи Ань волосы сняли во-первых я хочу сказать что мама Оля конечно шикарный помощник я тебе хочу сказать и передать ей свою потому что девочки у меня кроме Миши извиняюсь помощником нету никого реального но я одна я не прикалываюсь я на жестком карантине я одна я еле-еле с этим масками фигасками а вы помогаете мыть ей там снимаете красивое видео помогаете ей умываться с волосами а вот как я должна была вот снять эту шикарную по пикалонам дома нормально вообще у меня до сих пор волосы липкие липкие до сих пор не вы нормальные вообще люди я просто честно буду сказать ребят это был мой первый батл я просто никогда раньше не было даже времени на них и такой жестокий реально ты меня разоряешь платье порежь вот реально кому нах такое теперь платье нужно посмотри 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 я тебе бандероль его пришлю давай у нас все Ань ты знаешь твоя гардероль у меня платишь заново наращивание а мне Анечка 150 у меня волос меньше чем у тебя я немножко после дома два поистрепалась как крыса вот поэтому мне даже на короткую стрижку нужно тонну волос так Аня я тебя хотела спросить а мне значит спросили какое задание дать я хотела тебе теперь уже могу сказать дать задание позвонить Прохору и на громкой связи предложить развести еще раз канал на лям рублей я уверена что он бы согласился я хотела дать задание Прохор привет родной у меня чумовая идея я говорю что беременна тебя вторым ребенком мы договариваемся у нас договорняк мы идем к Малахову и звоним точнее ему сегодня Андрюша сенсация ты согласен я как-то выложила заранее так а у нас батл-то закончился так подождите друзья во первых если ребята хотят чтобы мы продолжили батл гоу прямо сейчас наши комменты под последними постами и пишите что хотим продолжения я приготовила где 100 тысяч где я сняла 100 тысяч а кто решает кто выиграл у нас будет голосование лично я сегодня сняла 100 тысяч чтобы если что передать тебе где мам лично я на аккаунте держу для тебя 100 тысяч а я чтобы более эффична была короче а я чтобы более эффична была поэтому у нас все честно дорогие друзья сейчас я зайду в эфир и тоже тебе вернее принесу 100 тысяч лан сейчас посиди подожди посиди где мам где мы пошли я не знаю где где быстрее куда положила спрятала куда-то пожалуйста мам девочки ждите мы вернемся я готова я несу я уже тут опа вот так друзья я между прочим я тоже приготовила тебе деньги за то что ты меня порез скажем так аль дорогие друзья чтоб вы понимали у нас все честно у нас все справедливо мы тут как говорится бьемся не на жизнь а на смерть я честно отрезала эти корешки клянусь аня тоже волосы свои сбы потеряла потеряла мишку волосы сняла сама и то у меня половина еще там наклеенных этих как они ну ленты поняла да ну как их там снимаешь ленты остаются еще липучки они до сих пор они до сих пор липкие да ты моя девочка мне пришлось этим этим как он своим любимым ароматом одним из и отдирать прям от волос это вообще это нормально я левана вчера пыталась две твоих подруги борются не на жизнь а нас за кого ты болеешь да лёва ты за кого вообще-то давай левана вот сейчас мы вдвоем сидим в эфире и ты можешь сейчас у мамы в ушах зазвенела ты можешь сейчас сказать абсолютно честно за кого ты болел потому что сейчас аня наверху я внизу у нас так сказать позиция вот признавайся левана сейчас не выходи сердечки нам не нужны нам нужен ответ так лёва давай мы тебя уже это тут короче друзья я честно признаюсь первый раз в баттле участвую но этот баттл был очень жестокий почему для меня потому что ты мне пришлось жертвовать самым близким и дорогим для меня я не имею ввиду что это очень дорого хотя платье вот смотри ценник новое я его ещё ни разу не одевала двадцать пять тысяч мне все спрашивают я уже не буду цену говорить потому что сейчас все сейчас все вот так же как ты сделаю зашить а мама что ты вам говоришь зашить просто реально я его ни разу не одевала а зашить можно зашить нет а как ты зашьёшь кружево то давай сделай вот этот вот разрез посередине от пола и до этого места и что и и что будь нафи нет так Аня дырок понаделала что натыкала у нас была договоренность что Аня я не поняла Лёва говорит что он за тебя болеет ооо Леван Леван я не поняла что происходит что происходит короче у нас была договоренность чтобы было честно мам мы договорились с Аней вот я к чему говорю что некоторые блогеры грешны они договариваются насчет заданий но мы с Аней решили чтобы это было интересно для всех чтобы это был живой батл кстати что прям поразительно народ чувствует просмотр истории у меня было 200 250 тысяч каждая история вот то есть даже ночью когда ты выложила платье у меня мама у меня приходит в комнату и говорит доча Аня ты платье разрезала я говорю да ты что а я уже говорю давай пить отмечать победу Аня точно уже задание не сделать смотрю время значит 8 вечера 9 12 час а ты все нет скидываешь лепоточки я на студии Машенька я приеду я думаю ну да на студии Анечка кстати ну во первых во первых такое задание тяжелое я ну три гардеробные обошла у меня еще и в детской сейчас платья лежат мои концертные я просто туда не пошла меня не поймут сейчас все мамы захейтят скажут в детской еще лежат ее платья но у меня ребенок за городом я поэтому туда свалила все концертные платья потому что все закрылось что Рома вы знаете чем плохие девочки прямые эфиры я привыкла посмотри на нее посмотри покажи я опять ела колбасу долговскую на винаре рефлекс девочки мальчики слушайте ну правда а почему Лева ты болеешь получается там а что за меня не болеешь тут все пишут ничья 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 или продолжения хотят дорогие друзья поиграла в обычном платье сама себе снимала эти ленты я тоже старалась Машка ты вообще конечно огонь мне очень понравилось как ты мыла я поняла как мы можем зарабатывать ты будешь мыть подъезды а ты петь ну честно признайся ты сачковала ты знаешь большое счастье вчера пришло девяносто сообщений по эскорту мне предложили приехать за девяносто тысяч вместе вот с таким нарядом вместе с ведром прям вот сразу и помыть не только помыть но там еще какие-то услуги то есть это мой звездный час Ань это впервые за два года я открыла тебе новую профессию во-первых я тебя преобразовала смотри у тебя очень идет такой цвет тебе очень идет каре и гораздо легче наверное во время этих карантинного времени Ана ты вообще заметила я для тебя надела перья ты же у нас всегда очень огонь слушай я сейчас тоже перья поменяю вот розовый вот я так позавидовала вчера так позавидовала когда ты надела эти сережки и давала мне задание думаю вот сучка дает мне задание мыть полы в нижнем белье сама в этих перьях это шанель или что это у тебя у меня это знаешь где я купила это я в подружке купила за 150 рублей о отличная реклама подружки подружка платите Маше за рекламу но я не уверена может не в подружке а ты Анечка а у тебя что у тебя дизайнерские да какие то дизайнерские да мне дизайнер прислала такие вот чтобы на карантине мне было не скучно офигенные клипсы очень на самом деле мне очень нравится слава богу почему ты ничего не сказала про них 25 тысяч матерей это вообще жизнь ребята задавайте нам вопросы подалечка Анечка я показала эти перья сейчас я тоже поняла да Маша может быть в следующий раз тебе стоят я сейчас просто увезла эти перья подумала я завидовала и уже сейчас думаю если проголосует продолжать батл я скажу этими перьями помыть окно зачем тебе подарить так все а мы не продолжаем батл срочный выход из эфира срочный выход из темплелли блок сапонент больше не доступен да это как Прохор психанул и вышел из эфира Прохор так и не зашел расскажи что произошло то да вообще непонятная тема ты у него как-нибудь спроси я сама не обиделся на то что у больших мальчиков маленький нет да вообще не в этом вопрос был то есть даже не в этом слушай ну честно говоря я бы никогда бы не порезала свое платье если бы не приехала со студии такая все довольная в эйфории знаешь что ой классно записали трек я тебе под под записи сырой под сырую запись вокала думаю ну все ладно если резать там же такие слова я тебе я тебе сегодня может быть последний раз пишу так дорогие друзья у нас сейчас Вова после эфира Вова после эфира Аня в сторис выложит голосование и я выложу продолжаем продолжаем батл или завтра разыгрываем сто тысяч сто 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 тысяч рублей мы решаем мы решаем мы решаем у нас здесь все очень серьезно дорогие друзья вот и если вы продолжите решите продолжить батл тогда вы нам напишите задание которое мы друг другу зададим это будет как бы матч реванш по два задания я уже помню говорили что там чай Аня заварила в унитазе нет не надо нет но мы не такие мы все-таки очень красивые с Аней вот и а какие тебе задания кстати предлагали вот помимо Прохора ну видишь по насчет Прохора хорошо что ты не задала потому что я до последнего честно скажу сомневалась я очень хотела прям развести Прохора потому что я знаю что он на это бы пошел сто процентов и он бы тебе сказал в эфире да давай я прям точно знаю вот давай подзаработаем сейчас все на карантине идея бомба вот он бы сто процентов согласился вот потом я думала тебе дать задание на первом этаже спеть в нижнем белье на каблуках свою премьерную песню около консьержки вот и мне предлагали задание чтобы ты налила на себя мед вот я хотела дать тоже это был вариант разрезала подушку и то есть на мед на себя насыпала эти перья и сказала что это чудо в перьях как бы вот это очень боже мой какие жестокие я очень хотела дать это задание я прям мечтала потому что ты всегда выходишь добрый вечер дорогие друзья вот эти вот кудряшечки я-то выхожу да что селёдку жрём сегодня там морщок а ты такая выходишь водичку красиво попиваешь ножки худеют бёдра узкие знаешь как бы хотелось немножко приспустить тебя клянусь я так сменялась когда тебе волосы снимала свои на клипсах или на этих застёжках с одеколоном аня пьёт воду для похудения кстати я с этого марафона сошла дорогие друзья вот ну как бы можно посмотреть по моей пятой точке вот что марафон у тебя хорошая талия марафон я продолжаю но я продолжу продолжу хочу я беру немножко вид я смотрю какие-то там это самое делаешь процедуры сейчас о них поболтаем слушай ну у меня были задания для тебя мои подписчики тоже как они говорили о нём да они говорили что ты должна позвонить своему бывшему и сказать что ты его любишь вот приезжая ко мне я тебя ну или к нему приехать что-то такое жёсткий потом кстати вот с подушкой тоже что-то было такое потом умыть лицо в унитазе то ещё то ещё конечно огонь ну честно говоря так 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 что-то ещё было такое вот одеколоны разбить разбить что-то там из своих Манечка я бы сказала если бы одеколоны разбить то у меня мама с тобой с дома клянулась Витя на балконе пришлось бы спать на балконе спала есть на ароматы да у мамы аллергия кстати на все ароматы я если дома душусь нет я выхожу на улицу или куда-нибудь вот поэтому вот такие дела я хочу что куда что короче была а лёвочка всё я с тобой больше не дружу ты за Машу болеешь и пишешь ждём продолжения баттла и пишешь что я люблю Анечку так я в итоге не поняла ты за кого болеешь ты определись давай все хотят продолжение баттла слушай все ждут продолжение баттла друзья пользуясь случаем всем передать и продолжаем нашу рубрику карантин толк честно вот завалили директ тоже когда когда вы закончите баттл почему вы с этим платьем все спрашивают что вы с этим платьем ты говоришь что даже Ливан тебе звонил да мне вчера Ливан позвонил говорит дожимай 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 пусть режет платье я говорю Лёва спасибо спасибо я очень типа благодарна за поддержку не просто честно оно так получилось да что мы прервали немножко баттла за то что Аня уехала в студию я там к косметологу поехала жопу свою убирать мне наверное сообщение 300 в директ прислали ну что Анечка отвалилась Анечка делать не будет и сегодня я вышла в прямой эфир и мне пишут все Аня плачет капсулы свои эти ленты снимает я говорю все пока ушла с эфира пошла смотреть что ты там творишь Аня клянусь ну это очень ну реально просто у меня было очень мало времени ты понимаешь в 5 часов мы договорились с крутым визажистом ты же тоже да ее знаешь как вышла ну да это моя подруга тоже ну я у нее уже училась курсом макияжа я с вами кстати сейчас делала макияж смотри о слушай скажи она крутая вообще покажи и закрой глазки а ты такой сияние ты хайлайтер вот тут сделала да я нанесла тени мы с Мариной покупали дьюти-фри с африкантовой урбан дикей офигенный это вот новый оттенок у них был помаду нанесла мак сверху вот этот эсс блеск не катрис блеск сюда хайлайтер пудру диор как у тебя нанесла тоже я грешна этим это вредно но я очень тоже люблю наносить чтобы на целый день хватало если я куда-то уезжаю там на съемки потому что лицо начинает блестеть я это не очень люблю да да все это время я с вами делала макияж поэтому не торопитесь брови приподняла тоже вот здесь вот как вот Зоя сказала расчесала короче я все как короче я хочу теперь сделать вечерний да потому что мы реально не успели из-за того что я вот снимала твои эти волосы и не успела быть сколько ты снимала Ань во времени расскажи блин ну это заняло прилично очень прилично я тебе говорю что у меня на голове остались еще эти как они называются липкие такие части этих лент то есть я еще буду день наверное париться на эту тему вот пришлось несколько раз помыть голову а голова все равно липкая вот так красоту как говорится ничем не испортишь как мне сказали слушай Маня расскажи мне пожалуйста ты вот постоянно же в этих баттлах участвуешь а твое самое такое вот суровое для тебя задание какое было слушай Ань но меня забрали в полицию когда я пришла около магазина не просто в полицию а психушку в психушку это просто это было очень жестко я пришла значит был январь месяц минус двадцать один день было или девятнадцатом я разделась полностью купальник выхожу около магазина спарм самый ходовой то есть у меня было задание что было очень много народов я подхожу к мужчине к одному там он выходит из машины я говорю скажите молодой человеку как пройти до пляжа он на меня в шоке он смотрит а зачем вам пляж я говорю меня там ждут друзья они загорают на солнце он в полном ледоумении смотрит на мою грудь вот это вот дойки на мою жопу он говорит вас наебали вас наебали я говорю в смысле нет какой пляж я говорю да что вы меня так любят мои друзья я стою у меня слезы на грозах в лифчике микрофон падает уже там скрытая камера тут значит он со мной стоит на меня смотрит я на него выходит его жира говорит сволочь ты забыл ребенка в машине он сидит в кресле я там а помнишь тебе менеджер когда ты едешь в парку ставишь я там просто стою у меня не знаю что делать тут выходит женщина с парой говорит ну что дорогая ну видишь знаешь такая недоебанная ей лет уже сорок за тобой уже едет дурка я говорю это за тобой едет дурка и ровно через десять минут мигалки приезжает скорая у них в руках смирительная рубашка что серьезно я клянусь тебе у меня пот по лбу сечет мужчина и женщина они подходят мама говорит они говорят вы видели здесь бешеная бросается на людей мама говорит я никого не видела и я как быстро натягиваю на себя штаны как я пизду из этого спара не успеваю выйти подъезжает полиция все наручники вызывайте опергруппу связывайте это был такой ужас я клянусь я думала что я завяжусь этими батлами и никогда не смогу продолжить я то честно выполняю задание нет такого чтобы была какая-то подстава чтобы я там договаривалась с кем-то в магазинах как это делают блогеры можно ли я так сделала потом я ходила говорила вот с такими сумками с вокзала Галя Галюнчик это ты и самый смешной идет парень в наушниках я говорю Галюня родная это ты он снимает нет он говорит ёбатый рот вы ошиблись я не Галя то есть он даже не понял что он мужик понимаешь он говорит убери пожалуйста не могу он даже не понял что он не Галя и что а ну и еще жестко для меня было я ходила мальчики немножко можно пососать вам ну чуть-чуть чуть-чуть в метрополисе и меня тоже задержана охрана они такие девушка я говорю вам пососать они говорят ну все больше ты никому не пососу короче да было жестко это было жестко это какие-то жесткие вообще баклы тут все просят чтобы я показала платье давай мне тоже очень понравилось Аня у тебя пайетки это твой коронный номер ты все сияешь очень красиво да двусторонние пайетки такие переливаются слушай ну я уже научилась у тебя как нужно задавать задания баттлов обязательно вот так да ты понимаешь дорогие друзья честно я у меня на самом деле был более скромный девственный инстаграмм и никогда не участвовала в этих баттлов друзья но я надеюсь что как-то у меня это дело получается у меня куча моих друзей знакомых говорят Ань как ты это сделала как ты мишку то выкинула они там все переживают за меня реально но честно я считаю что это крутая вещь потому что ты стала ближе к народу ну это круто потому что одно дело когда смотрят только на твои фотки Ань у тебя шикарная грудь лица не видно но я переживаю этот момент вот сейчас я отойду ты видишь на лицо ну лица нет но платье оно длинное какое длинное Аньон короткое а ну да тебе немножко надо наклонить телефон слегка так Аньон вот так видно да очень красиво очень изумительно таранат 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 народ сразу пришел как ты начала показывать платья все очень сильно а ты теперь покажи свою пижаму так это тоже классно дизайнерская вообще-то ой я тоже хочу такую а это платье здесь кармашки да вот такие вот сзади оно вот так смотрится ой очень секси кстати вот ну я готовилась ты же у нас секси звезда я уже самое-самое секси платье натянула оно короткое оно обтягивающее я из-за тебя вынуждена была надеть вот это платье перья ну оно у меня было мало кстати говоря эско вот так вот тебе марафон помог ну да я кстати меньше я ем но как бы стараюсь меньше есть но сегодня селедку очень хотела но я кстати я кстати благодаря марафону не все конечно выполняла и прочее но я покупала уже на полтора килограмма так что ты за воду пьешь всех очень интересует это вода со специями Анечка расскажи пожалуйста с чем твоя водичка да да друзья водичка со специями значит здесь пять специй и сок алоэ разбавляю и полтора литра у меня сейчас маленькая бутылочка потому что я не успела из-за машиного задания блин ничего вообще сегодня честно толком не ела один раз только быстро перекусила и навела эту водичку во время эфира пить потому что ее нужно пить полтора-два литра в день минимум тут пять специй корица зира зеленый кардамон этот имбирь и какая-то коричневая еще одна специя если хотите куркума куркума кукорма 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 кукорме кукорме ну короче да если хотите я могу после эфира еще раз сториз запилить сториз этими всеми специями, вот. О, блин, ну вот я во время тира, получается, сколько? 200 грамм всего лишь. 330 грамм выпила воды, но этого очень мало, ты знаешь, да, что надо пить воду уже почти 7 часов, мы должны были её давно выпить. Я выпила, представляешь, три чашки черного кофе, это очень плохо. Это для кожи очень плохо. И мишки бастуют, они тебя ненавидят, они, видишь, у меня падают постоянно во время тира. Одного сына потеряли, это правда. Вообще-то не сына, я бы сказала, мы папу потеряли, он большой был, огромный. Какой сын? Это дочь. А не так было выкидывать. А как ты, скажи, держала в одной руке телефон, да, а второй кидала? Или как это было? Ну, я же одна, в том как дело, что мне так сложно было выполнять эти задания. Я сейчас покажу это окно, покажу наше совещание, с мишками стало меньше, видишь. Мы совещаемся, тут совещаются. Вот у нас есть сын, маленький, совсем. Вот у нас есть дочь. Это вот ты её видела. Дочка. Это очень люблю, да, очень люблю. Ещё дочка в платье. Вот есть британка, шотландская платье. А это непонятно, розовый, но похож вроде на сына, да. Короче говоря, я вот и говорю, мне было это сложно делать, потому что вот оно окно, но оно, конечно, не совсем чистенькое. И капотик. Да, и причём одно окно с сеткой, а вот другое окно, вот оно, вот такое, да, видишь, у меня тут площадка, вот куда падал мишка. Собственно, ну, видишь, как у меня оживлённый? Тут не щёлкой называется. Кинул, и всё. Спиздили, спиздили, папа, спиздили. Вот она так держала, и вот так вот кидала мишку. Поняла, сложно, сложно, да, сложно. Может быть, через прямой эфиры удастся его найти. Друзья, если вы видели красивого цвета чайной розы, мишку, он такой не розовый, он был как коричнево-розовый. Да, мы с Аней не договаривались о том, что она выкидывает там и не имеет права подобрать. То есть это мы не обговаривали этот момент. Вот, поэтому кто спиздил мишку из нашей семьи, из Анины, мы просим, девушки, мы просим вернуть и сказать... Семей Калашникова, верните, пожалуйста, мишку. Калашонка нам, верните, пожалуйста. Самое главное, что у него уникальный, Маш, был цвет, ты говоришь, выбери самого красивого, самого большого. Вот, все говорили, что она выбрала не самого большого, и в чём уникальность. Вот поясни нам. Ну подождите, друзья, давайте разберём батл. Самый большой мишка 4 метра. Как его выкину из окна? Он кого-нибудь убьёт. Во-первых, он кого-то убьёт, во-вторых, я его одна поднять не могу. И снимать, и поднимать нет. Таких мишек белых у меня много. И ты сказала бы, что ты выкинула не самого красивого, потому что сидит ещё один, там ещё один, и в других комнатах ещё два. А розовый мишка, он не самый красивый, но обычный розовый. А тот цвет, он был один, он был как вот эти... Пёрышки только коричневые, он был вот такого какого-то цвета. Таких медведей просто нигде нет. И если розового ещё могут подарить в Роял Арбате нашим любимым... Ну да, там да. А белого могут подарить в каких-нибудь других заведениях. Да, ещё вот. Друзья, я, кстати, вам подсказываю, что мне надо подарить. Шутка. Это вообще наши бэдли. Или шутка из розового. Мне специально заказывали. Мне специально заказывали. Поэтому я даже не знаю, что значит самого большого. Самого большого вот 4 метра. А, я вам ещё не показала, какой у меня самый большой. Так, а где он? Подождите-ка. Он в детской комнате. Слушай, ну он вообще большой-большой. И сейчас тебе покажу. И он ребёнка, мишка. Ну то есть он его прям без него вообще жить не может. Смотри, какой огромный. А, ну он очень красивый. Это да. Это ладно. Ну он огромный. Он тяжёлый. Вот. И вот, чтобы ты понимала про то, что я тебе вчера не рассказывала. Вот у меня платья лежат. Топ-50 штук платья в кофрах. Это мои концертные всякие платья. Ты понимаешь, мне даже, чтобы все раскрыть, не было вот времени. Почему так долго я не могла выполнить батл? У меня всё завалено. А почему ты именно это выбрал? Платье, Анюта? Скажи, пожалуйста, чёрное с пайетками. Ну я долго думала. Реально, смотри, я перебрала все платья, даже покидала их, чтобы выбрать, что я могу порезать, что нет. Потому что оно было новое, я его ещё не одевала. И реально можно проследить по Инстаграму, по фоткам, что я не одевала его вообще ни разу. Она новая с ценником. Вот лежит. Вот. Варда. Варда. Вот, понимаешь? Поэтому не знаю. Не знаю, мне его тоже. Мне, честно говоря, очень жалко. Вот я честно могу признаться, что я не могу. Для меня это самое дорогое. Мишки, я их коллекционирую, платья, волосы. Я привыкла, ну как и все мы девочки, быть всё время красивой. И не могу сказать, что у меня некрасивые волосы, у меня свои длинные. Но мне не хватает объёмчика, потому что я всё время их укладываю так же, как и ты. А это от себя сейчас из-за того, что ты, ну, намочила одеколоном, да, они немножко так безобъёмно от себя стали, да? Большой безобъёмно, но потому что я не успела ничего толком до конца добыть и уложить. Я их даже не сушила толком. Это они вот как вышли, я просто чуть-чуть чёлку, да. Они безобъёмно, да, вообще. Безобъёмно. И надо начесать, ну, помыть нормально. Видишь, они порванные, где-то порванные, потому что, блин, это жесть, конечно. Я не знаю, когда закончится карантин, придётся ехать опять наращивать. Я сейчас буду упаковывать. Баттл есть баттл, Анют, сама понимаешь. Я, знаешь, вчера плакала, я вот, ну, сколько, ну, шесть, семь дней назад я нарастила волосы, абсолютно новые, за сто тысяч, 70 сантиметров была длина, ну, вот, но поскольку мы с Аней каких-то рамок не устанавливали, я начала не звонить, но я поняла, что она не ответит мне на звонок, что задание она не поменяет, я очень так пропищала, Анюта, может, другое утро, знаете, позвонила, слава богу, девочка согласилась моя приехать, ну, знакомая сразу, вот, кто пришёл, кто пришёл, смотри, ничего не будет, нет, и она мне просто сразу обрезала, вот, ровно, ты меня не видишь, хорошо видишь? А? Лицо моё видишь? Да, ну, хорошо видно сейчас, да. Понятно. Чуть ниже можно, ну, так, так, потому что у тебя, либо видно грудь, либо лицо, сейчас вообще не видно, Анечка, лица, серёжки только, родная. Вот так? Да. Разве себя в окошечке не видят? Нет. Вот так шикарно. Я вообще себя в окошке вижу шикарно, в этом-то и дело, просто смотрю комменты, что спасибо, друзья, что вы за меня болеете, что вы меня поддерживаете, все тут пишут, болеет, очень много болеет за Машу, очень много болеет за меня, вот, честно, Маша, я вот переживаю, после того, что ты мне рассказала, продолжать с тобой батл, давайте уже решим, кто, кто выиграл. Все пишут, мы хотим продолжение. Знаете, как нам сложно, теперь мы ещё рассказали, какие задания друг другу хотели, сейчас вообще будет жесть, кошмар, Мань, не знаю, надо в сторис, короче, выложить голосование, что они хотят, продолжение, или всё, конец, не знаю. Маш, а что ты сделала Натали 76, она пишет, Маша, заяц на печке тебя тоже ненавидит. А я ничего с Заяцем не буду. Что она написала, она хорошая, а что она написала? Она пишет, Маша, заяц на печке тебя тоже ненавидит. А что там с Заяцем, я тебя не просила, ничего с ним делать. Нет, нет, Наташенька, Наталья, не надо, Анечка очень хорошая. Ладно, любим, у нас просто горько. О, как и ёшку, она не шестая. Она не шестая. А искры с глазами. Видите, как мы ёбли. Огорчили. Анечку у неё искры с глаз посыпались, так нельзя. Вообще, я Аню подбила на этот баттл, вы понимаете? Она жила себе спокойно. Я говорю, Аня, надо, Аня, надо. Вот, Маня, продолжаем. Друзья, вот я хочу прокомментировать, тут все пишут, вы как ребёнок, Аня, о чём вы думаете. Слушайте, но неужели вы думаете, что я думаю только о мишках? Я думаю только о мишках? Нет, я просто говорю, потому что, знаете, когда... Нет, на самом деле, просто я их коллекционирую, и я объясню, почему так много мишек, потому что я их постоянно дарю. Я езжу по различным детским домам, по концертам, и у меня всегда с собой в подарок мишки. Я беру сразу несколько, разыгрываю, дарю, на эфиры хожу, на радиоэфиры, в детские дома, в больницы. И я им пишу тут на лапках, автограф делаю свой, и дети такие счастливые. У меня очень много таких историц, и разыграю. Просто сейчас карантин, и даже в карантин, до начала карантина мы успели разыграть мишку и доставить. Просто сейчас это немножко рискованно и тяжело. Поэтому у меня большая коллекция. Но я вам хочу сказать, что это не так, что вот они вот сидят всё время. Они постоянно обновляются. То есть я их подарила, мишку, да, своего с автографом, там, мне ещё где-то подарили, я опять его в коллекцию. И вот это вот, знаешь, бывает так, что ни одного медведя нет. Ну, кроме большого, да, там огромного, его невозможно. Бывает так, что ни одного нет. Так получилось, что перед карантином очень много было концертов, передач. И друзья приходят, поклонники дарят, знаешь, там, куда-нибудь на дне рождения куда-нибудь выйдешь, караоке, ещё что-то. Все дарят этих мишек. И накопилось огромное количество. И ты не знаешь, что я прям, ну, как бы, сумасшедшая. Вот мне наоборот импонирует, когда человек взрослеет, и в нём остаётся какая-то детскость. Ну, мне вот, например, такие люди нравятся. Не то, что, знаете, постоянно только говорить о том, как заработать, либо вот вести уже образ жизни такого человека, ну, взрослого, это очень тяжело. Я люблю, когда люди непосредственные, когда они там восхищаются какими-то игрушками, платьями, красотой. Это вот, мне такое нравится. Не знаю, почему вы думаете, что если мы об этом говорим, то это обязательно такое восприятие. Я абсолютно с тобой согласна, что надо сохранять в себе маленького ребёнка на всю жизнь, друзья. Я не скрываю свой возраст и не скрываю свои образования и свою карьеру и свой тяжёлый бизнес, но я люблю, у меня ребёнок, и я с ним проживаю это детство. И знаешь, мы коллекционируем мишки, мишек мы собираем лего, мы любим лепить, мы прочее, впрочее. И я считаю, что чем больше мы будем детьми, и чем больше мы будем радоваться чему-то, как дети, то это круто. Не надо в себе подавлять и делать себя чёртами, вот такими серьёзными. Тем более, что моя рубрика и твои прямые эфиры, они развлекательные, призваны на то, чтобы друг друга поддержать. Спасибо, что вы нас видели. мне тут многие пишут, Маша, тебе там столько лет, какие батлы. А я хочу сказать, что мы это делаем, ну, не только, и чтобы себя развлечь и вас, ну, в большей степени для вас. Потому что тупо смотреть одни истории, знаете, как там, мы куда-то идём, там, завтраком, ужинаем, обедем, там, показываем шоурумы, но это не так интересно, согласитесь. Мне, например, интересно наблюдать за батами. Ну, вот я смотрю у разных блогеров, мне очень прикольно. Ты знаешь, у меня был такой в аккаунте, наверное, во многом благодаря твоей креативности, я хочу тебе сказать огромное спасибо. До тебя у меня просто реально был такой девственный аккаунт, ну, там, съёмочки, сторисы, да, эфирчики, ещё что-то, ещё что-то, подарочки, реклама и так далее. А вот, а тут на тебе то всё, пятый, десятый, мне просто столько просмотров, все на твоё, на твоё шикарное задание, на твои булочки смотрели, как ты мыла и делала это великолепно в подъезде, просто мне все перезвонили, говорят, она такая красивая, она такая живая, она такая креативная, она такая молодец, это всё. Знаешь, когда в одном стиле аккаунт ведёшь, да, ну, просто красивый, к нему интерес, но не такой, потому что нет, как сказать, отдачи прямой, вот знаешь, такое вот общение прямого со своей, как я вот называю, инстасемьёй, а сейчас я тебе говорю прям очень, так всё жилое, смотрю, даже эфиры стало народу намного больше смотреть. Помнишь, я тебе тогда на своей передаче задала вопрос тебе, почему у тебя мало народов прямых эфиров? Ты говоришь, потому что я их не провожу, вот сейчас карантин, тебе пошёл на позвание, потому что ты ведёшь реально такие уже эфиры, молодец, хорошие, живые, и мы очень этому довольны. На самом деле, да, я вот вторую неделю уже подходит, вторая неделя, как я веду постоянно свои прямые эфиры, и знаешь, вчера не было прямого эфира, но был батл, да, и мне все пишут, Аня, что у тебя сегодня нет прямых эфиров? Все привыкли, конечно, все привыкли. Я такая так думала, надо продолжать, а я реально просто столько работаю, честно, друзья, я признаюсь, если вы хотите о серьёзном, то реально вот сегодня мне нужно платить кредит, между прочим, я очень рассчитывала, что сегодня я уже выиграю, но так как банк всего лишь до пяти, поэтому уже это пойдёт в следующий платёж, вот, а более того, очень много работы, много проектов, так же, как и у тебя, и у всех нас, все думают, что мы только вот сидим в прямом эфире и всё, друзья, нет, на самом деле, песни пишутся, команда работает, новости пишутся, ребёнок растёт, с родителями общаемся, вот, а ты, кстати, во сколько я сегодня встала и что вообще делала? Ой, у меня сегодня, у меня сегодня были новости, приезжал канал снимал в девять утра и я легла обратно спать, поэтому твоё задание я увидела только, почему они приехали, я даже телефон отключила на арк, потому что мне все звонят, мы с тобой любили только в три, ну как, мы общались до трёх с тобой, когда ты платье разрезала, я ещё и тебе сказала, ну всё, молодец, вот, и мне начали все только просыпаться, писать, и я понимаю, что время пять, я легла отключила телефон, и мама разбудила, ведь съёмочную группу приехала, то есть, ну они выезжали, там один человек, и я легла, встала обратно, где-то в двенадцать, и начала сразу выполнять задания с унитазом, помываться, вот, потом у меня, там, я ещё снимала один ролик для канала для одного, они меня попросили дома, ТикТок, кстати, я развиваю, Ань, надо совместно с тобой что-нибудь поснимать, у меня ролик вчера там набрал сто тысяч, вот, хотя я первые два дня веду ТикТок, подписывайтесь, так же, как в Инстаграме, там можно меня найти, вот, и мы с тобой можем что-нибудь крутое поснимать, так же, как для Баттла, для ТикТока. С удовольствием, да, давай, кстати, друзья, дайте нам идеи для ТикТока, потому что я тоже, извини, что тебя перебиваю, тоже благодаря моему брату, он сделал мне ТикТок несколько недель назад, и мы начали выкладывать там уже видосики, но я не так активно его развиваю, давай что-нибудь совместное, нужны идеи креативные, вот, и очень хочу сделать что-нибудь такое, знаешь, необычное, кстати, ты делала баттл с подушкой, вот этот, челлендж с подушкой ещё, я... Ну вот, он мне сейчас запускается, сегодня вечером, мне его сегодня, ну, мои помощники помогали делать, как раз таки, вот, так что участвовать в этом челлендже. То есть, а что у тебя там за подушка-то будет, у тебя красивая, да? Я вот тоже хочу... Ну, такая, салатова-голубая с цветочками и с поясочком, ну, конечно, постаралась, но я ещё не совсем привыкла к новой стрижке, но в целом голове стало легче, вот, Легче. где будет опросник, продолжаем, либо заканчиваем баттл. Если вы все проголосуете, потому что мы продолжаем, то, соответственно, мы его продолжим. Если заканчиваем, то мы выкладываем голосование. Я на своей странице, Анечка на своей, и в процентном соотношении, сколько проголосует, мы всё это суммируем и выберем победителя, соответственно, который заберёт главный приз, потому что у нас всегда всё честно. Я вот не поняла, Машунь, вот ты пока рассказывала, кстати, тебе делают кучу комплиментов, что стрижка огонь, мне тоже делают кучу комплиментов, что мне очень так идёт, спасибо вам большое. Хотят тебе предложить какой-то, все просят продолжение баттла, и говорят, спорим, что вы не сможете попрыгать. Это как? Друзья, уточните, что мы не сможем сделать? Хочешь, вместе попрыгаем? Я просто не понимаю. Я думаю, они имеют в виду, я могу даже тут попрыгать. Сидя на диване. Нет, я не понимаю, какой стрижок вы имеете в виду. Вместе с очень добрыми подписчиками, я знаю точно, что Маша скажет покрасить волосы мне. Ого! А, Алёна, Алёна, с какой-то Алёной тебе ещё предлагают сделать баттл. Ты знаешь, кто тут у нас? А, Алёна, это она мне всё предлагала баттл, но я ей сказала, с Сан-Франциско подруга, слушай, Алёна, ну что ты понимала, я тебе скажу покрасить твои волосы блондинистые, которые ты отращиваешь, в чёрный цвет. И уже сегодня она сказала, что наказывается от баттла, потому что она поняла, что я тебе дала задание снять твои вот эти ленты, но как бы от меня такого никто не ожидал. Алёна, Алёна, не суйся на баттл, ка Маше, мой тебе совет, а то останешься, как я. Полностью. Мне тут вообще пишут, что Маша тебя разоряет, что она тебе забидует, что она самое, ну, одно из дорогих платьев заставила тебе порезать, что Мишку выкинуть. Сука какая, сука, Маша. Большая стерва, бессовестная просто. Кстати, друзья, идите в мой аккаунт, я выложила сегодня видео, как вообще произошло всё это с Мишкой, а завтра мы выложим. Честно, я слёзы у тебя как салфетка. Я смотрела этот ролик, и я просто плакала. Мне настолько было что-то тёпло. Это просто. А ещё я узнала, что как бы он домой не вернулся, но это теперь и в войне страшно, дорогие друзья. Я даже не знаю, как пережить теперь вот это. Надо выпить, за его здоровье. Слушай, я смотрю, что ты очень хорошо полюбила нашу семью. Может быть, мы когда-нибудь её простим? Может быть. Может быть. Им надо время. Им надо. Им надо. Дай время. Дай подумать. Знаешь, как это? Нам нужно управиться на семейный совет. Простим мы тебя или нет. Но если выиграем, то, конечно же, простим. Шутка. Аниска, я тебя люблю. Вон, тебя влюблено узнают. Расскажи о себе, какие у тебя дальнейшие планы, кроме батла и прочего. Ты сейчас развиваешь тикток-канал и ты ещё предлагаешь всем как-то заработать. А можешь мне тоже рассказать, что это такое? Я вот тоже хочу зарабатывать. Говорят, вообще карантин будет продлевать до лета. Ты знаешь, ты знаешь, да? Я так рада, да, у меня, ну на самом деле это не реклама. Меня просто всё время спрашивают про заработок. У меня друг мой, я четыре года назад к нему летала и рекламировала его фирму, ну реально там с рельсами. А сейчас он переехал в Москву и я с ним год работала просто так. А потом я ему говорю, слушай, а почему бы не заработать, не помочь людям? И поэтому мы как бы, я предлагаю людям, которые хотят, чтобы они тоже приходили к нам в команду. Вот такие дела. Потому что одно дело, когда у всех работа кипит, а другое дело, когда карантин, и люди вообще не знают, как дальше жить. Поэтому с этим есть сложности. Вот, но... Вот, кстати, ты мне тоже тогда расскажешь, я так поняла, да? Да, я тебе скажу обязательно, Нюта. Обязательно будем делать совместные с тобой для ТикТока штуки. Надо придумать на удалённые. Еще съёмки, фильмы у нас шли на Каннский кинофестиваль, которые мы были вынуждены приостановить в связи с тем, что очень жаль, потому что мы уже довольно долго снимались из-за того, что карантин. Группу разогнали нашу. Вот, все пошли бить. И у меня также, у меня также группу разогнали, тоже съёмки, а также сериал вот я снимала с Виталиком тоже. Кстати, вот, по поводу Гива. Запускается, да? Скоро будет Гив совместно с тобой, Да, у нас совместный Гив будет Саня. Я вам забыла об этом рассказать в 20-х числах. Вот, я набирала туда своих подруг самых хороших, моих любимых, но которые, я знаю, что, знаете, там не подведут, не подставят, что всё будет честно. Мне это очень, как бы, всегда приятно. Вот, с Саней я общаюсь не первый год и знаю, что, как бы, человек слова. Поэтому все, кто захочет с нами участвовать совместно в нашем Гиве, мы будем очень вам благодарны. Он будет стартовать где-то через 7-10 дней в 20-х числах апреля. Это будет очень крутая аудитория. Даже не могу говорить, кто, но когда, Ань, ты, наверное, ещё всех не знаешь, да? Да. Но ты будешь очень счастлива, клянусь, потому что очень качественная история, которую мы собирали около трёх месяцев, дорогие друзья. Маша, я придумала, придумала тебе задание. Мне тут помогают, говорят, продолжайте батл. заставить Машу подстричься под ёжик. Какие вы жестокие. Это чьи подписчики мне интересны? Вы чё, серьезно? Вообще, ребят, извините, я не замужем, детей нет. Я не блещу тут, понимаете ли, с утра красотой. Мне нужно краситься. волосы, это единственное, чем я прикрываю свои щёки, когда они у меня полнеют. Вы вообще охренели, я не Дэми Мор, я не снимаю, я отказалась от съёмки в фильме одного культового режиссёра, кстати, чем я жалею, потому что мне нужно было играть саму себя, да, что я забрала анорксия, сошла с ума и подстриглась на лосо. Ну, блин, батл, батл, но, как бы, такое задание, что мы под там коры делаем, да, удлинённое, это да, ну, как бы, но жестить, я считаю, тоже нельзя. У нас задания жёсткие, но они все в рамках, как бы, приличия. Вы тоже не сходите с ума. И давать тебе задание там палить себя полностью зелёнкой, ну, я тоже не буду, как бы. У нас будет, у меня для Ани есть задания, если мы решим продолжать, жесткие, но они не так, что прямо насмерть. Мы всё равно должны оставаться красивыми, потому что мы медийные люди. Но мы не можем, конечно. Но мы не то, что блогеры, которые никуда не ходят, мы ходим по разным каналам федеральным, и мы не можем спрашивать, где можно послушать твои концерты, игру на скрипке без прямых эфиров. Но сейчас только в прямых эфиров. дорогие друзья. Да, друзья, и также мои концерты в прямых эфиров. Я думаю, что мы с Аней устроим, когда всё откроет премьеру в Райл-Арбат нашей песни, и где я тоже буду играть с ним вместе на скрипке. У меня уже её готовят, Аня, я тебе ещё не прислала. Поэтому я думаю, что после наших батлов эфиров как раз будет очень ждать нашего выхода с тобой совместного. Да, это правда, правда. Вот, и давайте батл. Хотим титьки, титьками попрыгать. Я не умею титьками прыгать. Ты умеешь, да? О, ну-ка покажи, покажи. Вот, смотри. Ань, нет, нет. Ань, давай. Ну, Ань, давай. Это мышцы, да, надо? Да, да, ну, я же готовилась на бикини, когда в лучшие времена сует. Смотри, Ань, вот, смотри, раз. Давай, Ань. Ань, давай. О, получается уже. О, смотри. Так смешно. Смотри, у меня уже получается. Я поняла, я пойду учиться. Ты меня, научи меня в прямом эфире. Ну-ка еще. Вот, берем, вот так вот, раз. Та-ра-ра, та-та-та-ра-ра, та-та-ра-ра, та-та-та-та-та-та-та-та. Ань, ты как, отшумела, да? Ань, я бы сказала вообще про другое слово, но так как в нашем эфире много детей, я помочу. Либо ржет просто. Обалдела просто. Маша не только умеет играть на скрипке, но и умеет играть на своих двух высших образованиях. Кто бы мог подумать. О, сразу народ пришел. Смотри, обрадовались, что мы тут устроили концерт грудью. Нереально. Куда писать по поводу гива? Пишите нам в директы, наверное, да? Машуне и мне пишите. Мы с Саней выставим скоро видео у себя в лентах, и будет набор, наш гив, он будет реально очень крутой, прям приход аудитории до 30-40 тысяч, будет очень крутой гив, вот, качественный, живой, поэтому будем вас всех очень... Машуне, тут Лева переобулся быстро и говорит, хочу продолжение баттл. Лев. Ах ты какой, коварный, а? Лев. На самом деле, мы сегодня звонили из Дом-2 Магазин и говорили, мы ждем продолжения, потому что почему-то очень всем интересен был наш баттл. Я не думала, что он такой интерес вызвает. Аня, я тебе клянусь, когда мы с тобой решили его делать, да? И ты мне позвонила через месяц, но спустя месяц уговор, ладно, Маша, я пробую, я думаю, ну нет, это будет фигня. А на самом деле всем прям безумно понравилось. Мне кажется, потому что мы... Ну, наверное, еще тут доля того есть, что реально мне тяжело было на это согласиться. А во-вторых, я, честно, первый раз это делаю, первый раз участвую в этих баттлах, так же, как с этими прямыми эфирами. У меня, знаешь, вот, все первый раз. Я как ребенок, реально, не понимаю, как это снимать одной. Хорошо, что я задолго до карантина купила эту салфи, палку и штатив. Маша, у меня 20 секунд, твои финальные славы. Все, выставляем голосование прямо сейчас. Аня у себя, я у себя. Все, давай, целую Аню. Мои любимые, спасибо вам большое за эти эфиры, спасибо Машеньке, и идите голосовать. Целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok